погода огонь правда ветер холодный и морозит но солнце шикарный к вечеру конечно будет прохладнее но я сейчас оставила ребят заниматься сама вышла мне надо в аптеку сходить купить лекарства надеюсь что он там будет потому что я уже заказывала до этого но заказ свой не забрала у меня препарат рецептурный поэтому надо было забирать с рецептом под запись мелька вчера целый день провалялась она не вставала только к вечеру более поднялась и то я и лекарства жену втыкала а то сид лежала она все лечилась за счет собственного организма а потом надула губы что не может вылечиться в общем а я не вышла а сегодня с утра мне принимают лекарства у меня его нету в этом сейчас быстро схожу чтобы хотел принять всем доброе утро у нас наконец-то тоже солнышко так классно погода зато хотя бы чистые тротуары так что сегодня понедельник яра пойдет на занять яра пойдет на занятия сейчас уже стали заниматься сядем позавтракаем быстро по как всегда у нас неизменную яры каша завтрак у него практически я стараюсь такое делать для него он более актуальный насыщенный и сытный по себе хлеб посушила с сыром и кофе тоже не сильно не изменяю себе у меня такая беда бедовая покажу у меня видно глаз где-то что-то на косметику или на крем я даже не помню что я делал вот я крем попользовалась ну взяла вот так вот бывает на крема начал немножко воспаляться но это еще перед тем как идти в калерку этому к косметологу видно он начал но я как-то не обратила на тушь все полис туши я потом встала у меня туши то что я накрасил у меня бывает вот так вот косметика она может ни с того ни сего начинать вот так вот бурдить и я косметолог она мне говорит не тыкает по опеи этот антигистамин я таблетки еще не пила стоп ты специально начинаешь кашлять как я включаю ты сидела сиди спокойно не начинай вот и короче говоря видно я начал мазать звездочкой то есть честно я ступила ярко хватит у меня получается было лицо почищено было нежное и вот смотрите мне все полезно со всех сторон все облазит а глаз еще вчера даже таким не было вчера он как-то опять не начал подбаливать и я его взяла пантенолом на массу вообще не трогать брони буряки а их помазал и у меня ведь кого развезло теперь симона на башку бросить то один то второй то еще это короче говоря теперь у меня такая аллергия и глаз у меня правда выпила уже в на третий день уже пью антигистамин надо было просто не мазать это я намазала с утра встала смотрю у меня глаз весь как этот красный огонь в общем интересно и ничего интересного не знаю голос и что ты всю ночь так спала плохо так ночью прямо кашлять я вчера рингалин нашла себя начала и мельки давать то что нам как бы его назначали когда еще тогда мы ковидом болели карелька тоже кашляет подкашивает и мне надо было на ночь и у нас смотрю на хорошо но вообще перестала кашлять а я так раз кашлялась я прямо задыхалась вставала чай себе наливала ночью ходила в общем потому что его чтобы не будить тем что у нас даже если имели в своей комнате кашляет а он своей то он там слышит и дергаться начинает у него такая вот такой тоже слух очень чутки какого меня сейчас у тебя ну что ты упал вот опять голову кладешь вниз подымай голову подымает что ладно все погода хорошая мы не конючимся короче говоря мы собираемся быстро уроки делаем сейчас завтракаем быстро уроки садимся делаем и идем на занятия дальше дальше будет видно еще надо заканчивать сегодня степеньки чтобы уже завтра может с папой вместе поклеить или с мельком обои начинать может быть кухня уже пора тоже здесь тоже буду обои снимать потому что вот в этих местах боковых хорошо что не купать что папа папа завтра дома и вот здесь я тоже думала сначала прям так поклеить потом правильно я послушала что в принципе сейчас она может быть и начнешь макс маки выкщевать и эти все обои полезут вместе а как вот здесь вот здесь вот под 7 слоев а как они клеили как у них ни слоя не знаю и вот здесь вот уже такие стенки тоже все обшарпаны их надо будет тоже шпаклевать хорошо что случилось ну скажи хорошо можешь начать а потом а в стенки мажешь дашь поклевку и сталмажешь обои реснички попали отключила спасибо я сейчас включу вроде бы уже здесь и снега нигде нету но мы нашли сейчас вышли выдвинулись на занятия уяра хотя принципе погода такая знаете два три градуса на морозе на солнышко принципе отлично единственное что у нас конечно их за порвался но он уже тоже польши года каждый день за дня в день там замок я не знаю не вижу смысла сейчас ремонтировать там замок так поломался шиван и вырезать и заново перешивать весь шивать новый мне кажется легче уже купить свежий рюкзак конечно сосульки опасно сейчас самое поганенькое такое время когда вот эти сосули ну смотрите смотрите здесь куски явно как падают и вот висят а самое интересное что в этот момент принципе ты ничего не можешь не успеваешь делать в этот раз вытянут вкусу такой тупала прямо перед моим носом но я даже не успела сориентироваться просто сильный гул ты бежать никуда смысла нету ты не успеваешь поймать момент единственное что успеваешь немножко вроде как прижать голову в себя собрать ее и все этот самый тяжелый даже в санках когда надо переходить аккуратно пускай пока ну понятно он еще шикарно какая красота вообще класс я молодец я не забрала сейчас мы пойдем что и подожди что-то корзину они аккуратно это донести надо здесь ну ничего она мокрая все подсохнет я рад пускать хрусткая она прикручивать надо инструменты ну как на следующую неделю сообразить писян доживет нет и там все там полудеет три шурупа да надо этим шуруповертом прикрутить жалко просто туда вставить хотя бы ставь туда Андрей вон там хорошо сейчас сделаем короче я сейчас сделаю капусту пришли домой я вообще меня сейчас отключают я устроила такой тромбий день но мы сейчас практикуем то что мы никуда не ходим мы идем на занятия и с занятий идем домой и вот он опять начал устроил пришел домой естественно с истерикой со слезами с ревом с таким с криком в общем тут уже и убиваться хотел и ревел и кричал вроде бы как бы контролирует ситуацию да чтобы не раскричаться на него чтобы тоже нервничать а в итоге я смотрю прям вошли мне глаза закручивать у меня аллергия вот это я уже крем купила намазала что-то она не срабатывает как-то поэтому сил нету что-то такое сильно делать Андрею может быть тушенку открою если ему будет без мяса не комфортно а нам я делаю как сквозь отварила капусту чуть-чуть посыпала соусом баланельки которые для макарон но мне нравится оно такое как типа томата дает с перчиками прикольные всякие травы базилик свекона в общем то в принципе розмарин оно такое очень оригинальное и вроде дает какую-то жидкость так как будто томатный и один соус как типа грибного я смешиваю часто я думаю сейчас вот завела яичками перемешали и под крышку и все мне кажется что должно получиться в принципе прикольно там немножко лук потушила сначала чтобы снизу раньше честно мне очень нравилось но вот капусту отварную я ее делала сначала как типа с сухарями а потом каждую штучку но это было как-то в прошлой жизни такую конечно кушать это очень будет накладно для желудка а потом еще является каждый отдельно вот так вот обжаривается тоже очень красиво получается оригинально и потом добавлю в конце немного базилика и все сейчас отдельно сделаю салат помидоры огурцы может быть туда авокадо посмотрим и лук ну мы сейчас не будем короче дочь забарковала у меня капусту кстати очень прикольный запах получатся там болонезом и с яйцами какой-то такой томат как будто бы томат под этим под яйцами ну в общем а это сверху немножко базилика я посыпала а здесь я в общем ставлю срочную гречку варить сейчас буду чай наливать я вот заварку делала заваривала здесь она у меня с чабрецом она настоялась принципе очень классно так что еще лимончик запах конечно обалденный здесь я уже сидит я все капуста у нас салат я сделала два и ну как и говорила здесь тоже базилика немножко посыпала помидоры огурцы авокадо и лук я бы еще сюда бы написано сыпанула бы каких-нибудь круп этих льняных семечек но у нас и мире не любят их поэтому я не буду здесь капуста с луком немножко маслица так что мы сейчас садимся кушать что там я рассвету хлеб насушивает сам засунул сам вытащил конечно чистота плачет но это сам умница умница сказал бы я бы сказал буш кушать хлеб туда теперь с сухарями раз ты его суши значит ешь я ровно теперь видите новость нашел способы игры правда здесь надо было это не трогать конечно нельзя было трогать это его все по занятиям но зовет мне кажется там еще что-то здесь накидал у нас короче говоря это что ты мне сделал опять в печку папа не разрешал же печку весь пластилин в одну кучу тихо тихо а можно проще пластилин печку а если печка испортится что не испортится у нас вот здесь вот один 10 сидит сейчас андрей все переживает что он там делает что там делать я говорю какая тебе разница ребенок играет отдельно один час я не трогаю там волос у тебя какой-то здесь все пластилины собрал это что-то отжиганта стирку стирку не поставил что ли тоже был стирку поставить или что это в стирка надо бы хотели пойти прогуляться на игру не станет что-то я вообще спать хочу 10 часов вечера мне уже хочется отдыхать потому что как-то ночью за кашля я нормально не спала слабость какая-то такая так хочет яр не надо любишь и не трогая зачем тебя не нужно их он потом поставить сейчас хорошо с лекарства да вот еще сына все это годнуть давай потом тебе хорошо я жалко столько пластилина ты его сейчас он прославишь что с ним будет а потом чтобы сделать соединять все вместе в одну кучу что ты сначала размешаю потом туда клей добавляет не ну сейчас куда там клей-то такой прикольный яров пластилин у него упал он его пытался засунуть микроволновку ну что-то здесь вот смешивала в общем он у него упал он такой оттуда отсюда сбегает с кухни такой не ой мама ой боженька мать и божий мать и божий мать и божий мать и божий я сейчас сейчас пластилин упал в общем у него этот на пол ну я продаю уже помыла и потом андрея разложила я мы помыли в общем убрали его сейчас посажаю здесь творожный сыр банана и сметана творога не было но который я утром едно могу тебя потом смотаю себе куплю сейчас новый прикол ножницами стругает себе пал эти палочки короче из которых пьет сок он их настрогивает в общем феноменально сейчас каждый раз что-то новое он с одной стороны конечно прикольно все равно идет какие-то движения какое-то в общем-то такое знаете у него развитие по своему сегодня вот говорю он сегодня закрылся и здесь сидел на кухне сам один в принципе не заходили честно если я была бы одна я вообще бы не зашла но андрей пока еще как бы на самом деле полностью не прошел наверное принятие и он пока еще так это истерит иногда даже ругается на него иногда что он там что-то не так делает что-то не то сказал я ему говорю что андрей ты должен принять когда ты примешь его что это его болезнь то есть как бы это его состояние и от этого будешь гулять и радоваться вот этим что он делает да пускай это все как-то не так пусть плохо но он это делает чем если ты будешь истерить и смотреть на то что как бы он в норме должен был бы сделать а у него не получается тогда круто совсем по-другому поймешь на очень мы немножко с андреем здесь тоже конфликтуем но у нас есть такие для спора грубо говоря вопрос таки открытые вот пока он еще не до конца все это прошел поэтому у него иногда есть такая еще истеричность но то есть мой новый сим ты пролезешь там сима сим пролезешь открыть тебе дверь сил дверь открытие раньше по молодому до стерилизации она так быстро пробегала туда заскакивал сейчас уже этот папа большая стала но все равно трамбуется трамбуется он залазит потому что она в мойку залезет туда и там будет спать в мойке в общем вот так вот так что вот такие дела у меня тоже что-то с аллергией совсем все лицо развезло но видно надо было мне все-таки лицо было после процедуры надо было не трогать а я взяла начала звездочкой чтобы быстрее это все но сморк на сморк все это прошло в итоге быстрее всего на какой пошло вид с аллергией на глаза я вообще не косметику ничего не крашу пыталась кремом который мне в аптеку сама девочка подсказала но тоже она дает прям щипят и дает аллергию еще больше поэтому надо трогать не буду буду сейчас антигистамины глотать на какое-то состояние такое какое-то опять бессилия полного вот по крайней мере сегодня мы вроде пошли туда на туда пешком 50 обратно то есть два часа конечно с коляской зубах и еще потом перейти потом ярика и скандал истерика я смотрю я как-то уже спать хочу то ли я уже привыкла ложиться спать чтобы отдыхать пораньше как-то так что вот так вот будем заканчивать блог андрей сейчас там скидывает все на следующий по мне не знаем завтра с утра саду помонтирую уже не буду сейчас время тратить потому что мне еще надо по идее статью написать 2 я все никак не сяду надо уже сесть и сделать чтобы они потом тоже не дотянуть до конца до последнего дня вот так что вот так вот буду заканчивать будем отдыхать все всем спасибо всем огромное кстати даме к пробегу спрашивали у эмильке тоже все ничего более-менее уже как бы есть слабость но по крайней температуры нету насморка нету насморка и не было бы какой-то какая-то заложенность была просто а вот у нее на это же антигистамены начала давать и у нее какая-то просто слабость и подкашливает как я но не таким я прям заклепываюсь ну как бы у меня бывает такой вот этот трахидный да когда вот я чё-то крикнула я река позвала то ли имели позвала кушать и потом после того же прям началось захлёп у меня вот это дело у эмильки нет у нее просто смотря на периодически как откашливается но говорит тоже горловое типа вниз не идет бронхи ничего не болят поэтому вот так все все спасибо всем огромное что пожелание пожелания здоровья выздоравливать в принципе более-менее справляемся сейчас так это все держим с кгц хвост пистолетом я буду за тебя биться я буду для тебя небо таким же как бескрайний посмотри